С большим удовольствием я объявляю лекцию Паскала Гелена. Паскал Гелен, профессор социологии и искусства в Университете Гринга, он директор исследовательского центра искусства и общества. Но кроме того, он стал профессором Эдинбург, это своего рода метапрофессорство, которое объединяет различные школы и институты в попытке сделать то, чтобы они работали вместе. Он написал ряд книг, хорошо принятых в международном сообществе, их издавало голландское издательство «Валис». Он пишет о глобальном искусстве, политике в постфордистской экономике. У него были выставки в гараже, его книги переведены на русский язык. Паскал Гелен всегда старался создать разницу, в том числе идентифицируя темы, которые вызывают большой интерес. И сейчас он расскажет о своей версии гражданства. Паскаль Гелен. Я буду использовать экран. Прежде всего, спасибо большое Московской биеннале. Спасибо за приглашение. Спасибо Юлии за то, что она безопасно доставила меня сюда. Спасибо, Саша, за теплый прием. Я расскажу о гражданстве. И моя лекция, на самом деле, я называю ее «Лекция между двумя исследованиями». Одно исследование посвящено развитию культуры. Это было задание по правительству Бельгии для того, чтобы написать книгу «Нет культур, нет Европы». И второй вопрос в этой книге – в чем значение культуры, смысл культуры в отношении политики, в отношении гражданства. И другое исследование, которое мы начинаем сейчас – это исследование, которое я делаю по заданию Европейского фонда культуры. И основной вопрос этого исследования – есть ли возможность существования международного гражданства и возможность международного гражданства? Я скомбинирую рамки этих двух исследований в предлагаемой лекции, которые представлены сегодня. И входной точкой для своей лекции я буду использовать город как базу своего рода, как кластер, как место, где международное гражданство может быть. Поэтому я использовал такое название – «Создавая современный город». Если у вас есть вопросы, вы можете немедленно перебивать меня. Если вы хотите комментировать, пожалуйста, делайте это сразу. Прежде всего, культура. Когда нас правительство попросило исследовать культуру, это всегда очень подозрительно, потому что в наши времена, когда сокращают бюджеты, почему вдруг нас просят сделать исследование о ценности культуры. И я сразу представил себе контрпозицию для точного определения культуры. Особенно если правительство об этом просят, их очень интересует культурные организации, такие как театр, музей и так далее. Мы определяем культуру шире. В этом исследовании мы определяем культуру. Для меня это уровень и база для обсуждения гражданства классический и антропологический. Мы определяем культуру как образ жизни. Это очень широкое значение, но для меня это очень специфическое значение. Для меня главное в этом исследовании, то, что культура – это единственное, что дает смысл жизни. Это не экономика, не политика. Это центральная фигура, которая дает смысл жизни, и которая может придать смысл обществу, в котором вы живете. Это главная функция. У нее есть семиотический смысл, придавание значения вещам. Но в то же время культура может дать смысл вашей жизни. Мартин Харкетт, отвечал на вопросы. Вопрос. Что такое культура? Поскольку вы знаете, что как человек вы умрете, вам необходима культура. Мы, как люди, единственный вид, который знает о своей будущей смерти. Мы, единственное, понимаем, что такое жизнь, и поэтому это основной уровень культуры. И самое главное в вопросе, что такое культура. Если вы посмотрите на наше общество, на музеи, на художников, какова их функция в обществе, как они обращаются с культурой, есть три основных функции. Первая – социализация. Социализация – это приведение людей в культурный порядок, обучая их правилам, ценностям общества. И самое главное, что здесь без задавания вопросов этим порядком. То есть мы интегрируем определенные ценности. Многие культурно-исторические музеи делают именно это – социализацию людей. То есть они приводят людей в определенный социальный порядок, в порядок, в котором они собереваются. Второе – это квалификация. Художники музея создают квалификацию. Что это значит? Мы создаем канон, создаем иерархию. Мы говорим, я считаю, что эта работа лучше, чем та. Мы квалифицируем, мы утверждаем, что что-то лучше, чем хуже. Даже в постмодернистке мы все равно судим, каждый жюрист все равно создает иерархию. Это вторая важная функция культуры в общем пространстве. Третья – это субъектификация. Что такое субъектификация? Вот это. Это удар по лицу. Субъективизация означает, что вы противостоите кому-то, начинаете задавать вопрос «Кто я? Что я тут делаю? В чем мое значение?» Это процесс субъективизации. Субъективизация – это тоже процесс, который вы опять начинаете задавать вопросы ко всему процессу социализации. Социализация привела вас в определенный культурный порядок. И в тот момент вы не сомневались в этом порядке. А на этапе субъективизации вы начинаете спрашивать «Кто я? Почему я живу здесь? Почему именно в этом обществе?» Поэтому это такой культурный треугольник, который отображает процессы культуры, социализации, квалификации и субъективизации. Что делают деятели культуры? Они рефлексируют, они создают условия жизни вместе. Они думают о том, как жить вместе, кто я в этом обществе, что я тут делаю, и зачем вообще это общество нужно. И все эти процессы социализации, квалификации и субъективизации нужны для того, чтобы создавать диалекцию между измерением и неизмерением. То есть квалификация дает измерение вашей жизни, социализация. Например, по утрам я выбиваю три частички кофе, это одно из измерений моих культурных. И субъективизация приводит к изменению этих измерений. Мы пытаемся прервать эти обычные измерения и перемерить их по-другому. И в наше время это очень важная функция культуры. Снова и снова мы пытаемся перемерить, изменить измерения. Это вот диалектика. В определенный момент, когда произведение искусства успешно, тогда оно перестает быть произведением искусства, оно становится культурой. И весь этот процесс между измерением и прекращением измерения позволяет сохранить культурную динамику. Это метафорическая фигура культуры, и сейчас я перейду к гражданству. И вот у нас город. В 1970 году, очень давно, когда я был рожден, Ричард Сеннет написал книгу, которую называл «Полезность беспорядка». Он описывал, как организован город, и как, с его точки зрения, организован город. И вот это Париж с высоты птичьего полета. И он говорил, что есть огромная проблема сегодня в том, как города развивают, культивируют взрослую жизнь. Организованы города таким образом, что они всегда держат людей подростками. Люди остаются в подростковом периоде именно потому, что города так организованы. Может быть, одна из главных характеристик юношества состоит в том, что подросток всегда боится потерять свою идентичность. Подросток всегда очень жесткий, потому что он хочет защищать свои принципы ради того, чтобы сохранить свою идентичность. И это очень важная проблема, которая стимулирует организацию городов. И он очень обвинял города в том, чтобы города состоят из отдельных сообществ. И именно поэтому люди остаются в подростковом периоде. Они наращивают идентичность похожестей. И Хаусман, как урбанист, показывал, что то, как был организован Париж после этого, этого много раз было повторено в других городах. Хаусман, знаменитый урбанист, он разделял в городах различные сообщества, социальные классы и дружественные группы. Он очень рационально и функционально хорошо организовывал города, но в то же время он проводил сегрегацию различных видов людей. И Ричард Сенн говорит, что когда вы делаете это, вы разрушаете общественное пространство города. Вы разрушаете место, где люди экстремально разные могут встречаться друг с другом и бороться друг с другом. Где есть возможность взаимодействия. И когда города организованы таким образом, вы пытаетесь деконструировать этот порядок и места агония, места, где вы можете вступить в конфликт с другими людьми. И чтобы решить эту проблему в 70-х годах, автор книги считал, что для того, чтобы решить эти проблемы, нам нужна она в всех городах. Очень интересная причина, почему он говорил, что нам нужно внести гораздо больше анархии, больше несогласия в городах, в общественных местах, где люди могут смешиваться, где они могут конфликтовать с друг с другом. Иначе получается огромная проблема, типа вот этой. Начало бессмысленного насилия. Он говорил, вам нужно организовывать места столкновения, чтобы избегать вот таких столкновений. И я думаю, что это очень интересно. Это, кажется, в Лондоне пять лет назад происходило. Мне очень нравится вот этот идиот впереди. Но для меня важно, что это результат идеи организации города, даже несмотря на то, что есть тенденция создавать творческие города. Очень важно, чтобы избежать вот таких конфликтов у города, которые очень жесткие. Необходимо создавать специальные места, общественные места несогласия, в которых, Сенат, опять же, утверждал, где вы можете выражать свое гражданство. Это функция таких специально выделенных пространств. Надеюсь, что я смогу продолжить. Я сейчас перепрыгну на абстрактный, более высокий уровень, и я концептуально попытаюсь проанализировать, что говорил Рэчард Сенат о взаимодействии, как мне кажется, города и гражданства. Это то, о чем он говорил, а я добавляю то, что искусство может сделать для города. И я использую очень классическую оппозицию Мишеля Десехто в своей книге «Что-то из повседневной жизни», я не помню название. Он приводил такую оппозицию двух категорий. Первая — это стратегия. Первая — это организация города по плану, как у Хосмана. Стратегия — это мышление на долгосрочную перспективу. Тактика — это противоположная стратегия. Мы думаем, на ближайшее время, используя те стратегии, которые у нас на долгое время, и изменяя стратегии снизу вверх. Люди, которые тактически пытаются изменить город, меняют вещи по своей доброй воле. А еще есть другая позиция, оппозиция места и пространства. Это в большинстве случаев город строится по каждому месту. А пространство — это организация пространства, организация места. Я знаю, что это абстрактно звучит, но сейчас я попытаюсь сделать связку между искусством, городом и различных смесей, как все это исторически друг с другом взаимодействует. И прежде чем я перейду к топологии города и гражданства, я расскажу просто историю. Это не линейная, не хронологическая история. В этой топологии можно видеть отдельные фрагменты истории. Но в то же время в современном городе вы можете видеть комбинацию всех этих исторических событий. Когда вы комбинируете... 19-й век Хосман. То, что происходит там, я называю монументальным городом. Это город монументов, город, который строится не для того, чтобы представлять город, а для того, чтобы представлять национальное государство. И если вы посмотрите на искусство в городе, и в монументальные здания, монументальные музеи, театры, и искусство представлено в статуях, в общественных пространствах внутри города. И, конечно, люди и политики, которые отвечали за города, пытались организовать города, начиная, скажем, в 19-м веке, начиная с рационального, добавить монументальности, и они используют искусство, прежде всего, для создания монументального пространства. Что происходит в 60-е годы, в конце 70-х? Художники реагируют, отвечают, принимают действия против этой жесткой структуры города. Они реагируют на иерархию университетов, бюрократизм университетов, и также они отвечают или пытаются изменить даже иерархию музеев. И институциональная критика тоже здесь находится. И художники живут в рамках жесткой структуры, и тактически они пытаются разорвать эту структуру, сделать ее более текучей, более открытой. Поэтому я называю это ситуационным городом. Интересно, что все эти тактики, все эти работы какой-то момент в 70-х, 80-х, были приняты политиками, были приняты главами города. И я называю это творческим подавленным городом. Что такое творческий город? Как пример, происхождение такого творческого пункта можно представить Ричардом Фордовым. В книге, который называют «Подъем творческого класса». И есть символизм момента, когда на канале BBC в Prime Time вы видите прекрасную иллюстрацию, когда Тони Блэр обнимает Боно из Ютуб. Это момент, когда начался творческий город. В этот момент политики сказали, да, мы признаем творчество, мы признаем, что это очень важно для общества, и особенно мы признаем, что это очень важный экономический инструмент. В этот момент происходит сдвиг риторики в политике, определение творчества как экономического инструмента. Это началось в Великобритании. И вы видите также, что вся эта риторика вдохновленная риторикой Ричарда Флорида, который все это начинает копироваться в Европе. И это модель творческого города. Политики и чиновники, которые отвечают за города, пытаются включить творческих людей и творчество в город, потому что они надеются, что это даст им своего рода экономические инвестиции в город. И что они еще делают, они пытаются привязать, обязать. То есть они буквально пытаются зафиксировать места, где эти творческие сцены могут развиваться. В результате, например, мы проводили небольшое исследование в Нидерландах, и оказалось, что только два города, нет, даже не города, даже два сообщества, не на улью города, а ниже, только две сообщества не упоминают имя Ричарда Флорида. Теперь творческий город — это то, во что все верят, своего рода миф. Но, опять же, они пытаются организовать города стратегически. То есть они пытаются привязать к месту в городе. В то же время, начиная уже с 70-х, 80-х годов, мы видим, что сам город становится таким жидким, текучим. Как я сказал, я родился в 70-х, вырос в 80-х, и первая конфронтация, с которой я столкнулся, что город — это была конструкционная работа, было много разработчиков, строителей, которые строили, перестраивали город. И, помимо того, как город становился более жидким пространством, с большим количеством изменений, вам уже, кажется, рассказывали о глобальных городах, о том, как город становится жидким, и когда город становится центром финансовых сетей, и в результате город становится жидким, и люди начинают приходить вслед за деньгами. То есть получается сверхдиверсификация городов. То есть города становятся более жидкими, но люди, которые за это отвечают, политики пытаются стратегически удержать все это в зафиксированном виде, создавая специальное пространство для творчества. Иногда очень искусственно получается это, неестественно. Фабрика Октябрь, да, Красный Октябрь, это вот очень хороший пример рациональной организации творческой, развлекательной площадки внутри города. Очень интересно, что это политика конца 90-х, политика, которая левого крыла прогрессивных политиков, и потом, очень интересно, в 2000-х, 2005-2006, мы видим все больше и больше очень интересного сдвига в политике городов. Мы видим сдвиг от так называемого прокрессивного левого крыла к консервативному правому крылу политиков. И хороший пример от левого крыла социалистического мэра к правому националистическому мэру, то есть переход от Блэра к Джеймсу Камерону. Довольно интересный сдвиг в тот момент. Мы увидели, что есть консервативные политики, которые как бы принимали то эти творческого города, но организовали его все больше и больше в репрессивном виде. Например, они размещали больше камер вокруг, то есть они переходили от мягкой терпимости к нулевой терпимости. То есть происходил вот этот сдвиг, но в то же время они все-таки шли по той же стратегии. Они пытались зафиксировать точки и сохранять в них порядок. И я думаю, что это вот момент, в котором мы сейчас живем, эти города, в которых мы сейчас пытаемся выжить. И куда я хочу с вами перейти и сделать вам предложение, подумать о другой возможности, которую я называю общий город. И я попытаюсь в следующие полчаса рассказать, о чем это я и о чем это может быть. Но сначала я бы хотел перейти к ситуации, в которой мы сейчас находимся, ситуации творческих подавленных городов. Что значит это подавление репрессивной идеи? Я пытаюсь объяснить это парадоксальным выражением, которое я называю репрессивным либерализмом. Эта идея пришла ко мне из буквального перевода слова «либерализм» и из критического анализа современного нового либерализма. Неолиберализм – это неправильное определение нашей ситуации. Речь не идет о новой свободе. И нечего тут переводить «новый» либерализм как «свобода». Это не свобода. На самом деле это «рекрессия свободы». По-своему. И я пытаюсь объяснить это. И я пытаюсь объяснить это с помощью трех цитат. Я начну с книги, которую я прочитал в последнюю очередь, которая позволяет мне определить, что это за репрессивный либерализм, как организованы наши города и как организовано гражданство. Это цитата из Ахтеруса. Это голландский автор. Он написал книгу «Утопия свободного рынка». Не знаю, перевели ли ее даже на английский. Ну, это цитата из него. Посмотрите на парадокс. Пока правительства сокращают визиты и передают задачам рынку, супервизоры, которые должны охранять свободу этих рынков, растут. Интересный продукт, который очень четко можно распознать в примере Нидерландов. О чем этот пример? Он упоминает новый закон, который был принят в Нидерландах в 2006 году. Закон о здравоохранении. Это по этому закону здравоохранения было в основном приватизировано. Довольно интересно. Два экономиста анализировали это и брутонациональный продукт до принятия этого закона составляло 7,1% национального обывалового продукта использовалось на здравоохранении до принятия этого закона. После принятия этого закона в 2006 году, в 2008 году ВВП, который использовался на здравоохранении, уже выросло до 13,3%. То есть, очень интересно, вы приватизировали отрасль, и, казалось бы, расходы на нее должны государственные уменьшиться, а они, наоборот, увеличились. Почему? Когда вы приватизируете такую вещь, как здравоохранение, конечно, вам приходится очень четко контролировать качество этого здравоохранения. И в результате раньше у нас контроль здравоохранения был организован государством, но в Нидерландах мы приватизировали и контроль за здравоохранением. И поэтому огромное количество организаций, компаний и так далее оказались вовлечены в аудиты, в аккредитацию, в контроль здравоохранения. Что вы делаете, когда вы этим занимаетесь? Когда вы создаете систему контроля в свободном рынке, у вас получается конкуренция за контроль, потому что огромное количество организаций начинают говорить, что мы будем лучшими контролерами. и есть огромное количество контролеров, которые представляют свои правила, и идет уже конкуренция правил, и из-за этой конкуренции и этих стандартов вся система очень дорожает. То же самое происходит в системе образования. Последний аудит, который у меня был в университете, в институте искусства, последний аудит был проведен компанией, которая называется контроль. Контроль – это бренд. Это, конечно, очень хорошее название бренда, когда вы проводите аудиты, потому что это показывает ваше качество. Когда я говорю о репрессивном либерализме, все эти контролеры, они приватизированы, они негосударственны. И состоится такой парадокс. Вторую цитату я не буду зачитывать, но она тоже объясняет, как культура действует в США, особенно Лесик – это философ законодательного права. Он рассказывает, как культура попадает в ловушку между либеральной идеей, которая говорит, что культура свободная, люди решают сами, что они хотят. Но в то же время культура – это очень ограниченное правилом системы. Когда мне было 19, я прочитал книгу, которую я совсем не понял, это была книга Эрберда Маркуса. И вот цитаты. «Под воздействием репрессивного целого свобода может быть превращена в сильный инструмент доминации». то есть люди, которые свободны настолько, насколько это возможно, в то же время предоставляют полный набор инструментов для того, чтобы подавить это общество. Маркус создавал очень сильное воздействие свободных людей и в то же время огромное количество правил, которые ограничивают. Это показывает ситуацию, в которой сейчас находится гражданство и в котором, как мне кажется, находятся деятели культуры. Это пример, я думаю, прекрасной реторики репрессивного либерализма. Вы, возможно, знаете этого человека, это Дэвид Кэмерон, который говорит о погромах в Лондоне, фотографию, которую вы видели до этого. И мне кажется, что вот этот его морализаторский пальчик очень важен. У нас проблемы с культурой, мы должны вернуть старые ценности. Вот он об этом говорит в этот момент. И очень интересно, что во время этой речи человека, который является одним из величайших ведущих политиков, это Кэмерон, но Саркази тоже говорил практически те же слова, когда были проблемы в Париже, в Нидерландах, в Гаге у нас были те же самые слова использованы. Как только что такое происходит, тут же политики поднимают этот морализующий пальчик, который говорит, нам надо вспомнить ценности нашего общества. И второе, я надеюсь, что вы запомните, что они говорят еще, то, что происходит на улице, это бессмысленное насилие, которое не имеет никакого смысла. и, опять же, ведущие СМИ используют это выражение снова и снова. Бессмысленное насилие, у которого нет смысла. Очень интересно в этой риторике то, что это насилие, которое не имеет смысла, его делают люди на улице, и политики, которые не могут вынести смысла из этого насилия. Достаточно интересный дискусс. Морализаторство. И потом очень интересно в 2003-м в Великобритании начинались начались ремарки политиков, которые говорили, нам нужно стимулировать общество, стимулировать активное гражданство, как они называли. Что такое активное гражданство? О чем это вообще? это требование, чтобы люди приняли на себя индивидуальную ответственность за поведение, за общество. гражданство как своего рода личная ответственность. Вы видели это в договоре, в Лиссабонском договоре Европы в 2000-м году. Что такое хороший гражданин? Это человек, который работает на благо общества, который совершает хорошие поступки. Билл Гейтс, например, который делал хорошие поступки для общества, который помогал обществу, улучшал общество и делал что-то для сообщества, в котором он жил. Это человек, который участвует в обществе. То есть у нас получается такой фетиш идеи активного участия в обществе. И что происходит? Происходит деполитизация гражданства. Ничего не говорят нам здесь о политике, о том, что будьте более критичными к политике, думать о ней больше. Нет, это призыв к интегрированию внутрь общества. Опять же, гражданство теперь выглядит как моральное обязательство, а не как политическое право или борьба за политические права. Теперь это доминирующее обсуждение, доминирующее риторикой здесь общественном, активном гражданстве идет к моральности. То есть это социализация современной людей просят от людей, требуют, чтобы они участвовали в социальном порядке, не задавая вопросов, не ставя под сомнение этот порядок. Опять же, морализация такого рода гражданства. когда политики говорят о моральных проблемах сегодняшнего дня, и особенно когда они указывают на бессмысленное насилие, вы все знаете, что за ними стоит целая армия людей, которые готовы критиковать этих политиков, как Сигмунд Берман здесь, экономисты, философы, писатели, критики, которые сразу же критикуют эту риторику бессмысленного насилия. Они говорят, нет, есть смысл в этом насилии, посмотрите на экономический и социальный кризис, посмотрите на социально-экономическое неравенство. И когда разрыв между бедными и богатыми растет, то у нас больше и больше такого насилия на улице. И сейчас интеллектуальный анализ этой проблемы, проблема с таким анализом, отчасти они, наверное, правы те, кто критикуют эту риторику, но я думаю, есть еще кое-что в этом бессмысленном насилии. Самоубийство. Самоубийство это тоже бессмысленное насилие. бессмысленное насилие уже разложено на бессмысленное насилие по отношению к себе, но также это насилие по отношению к людям, которые больше не могут понять смысл своей жизни. Это бессмысленное насилие, направленное на индивидуальность. Что такое суицид? Мы знаем сейчас, что хорошее экономическое положение часто бывает хорошей базой для суицидов. То есть хороший уровень ВВП не равен счастью. Даже если экономический общество очень успешно в определенный момент уровень самоубийства начинает резко расти. Это означает, что есть что-то, чего не хватает в анализе ученых, когда они говорят, что это относится к экономическому социальному неравенству. может ли мы предвидеть в чем вот это отсутствующее звено? Подождите. Что это за отсутствующее звено? Это культура. Опять же культура как единственная вещь. Я вижу культуру как огромный резервуар науки, в котором вы можете выудить смысл своей жизни. Это огромный инструмент, огромный резервуар науки, который вы можете использовать снова и снова и снова. А искусство это что? Это огромный движущий мотор этого резервуара, который позволяет помещать новую науку в этот резервуар, который люди могут использовать. Поэтому очень важно поддерживать определенный уровень динамики культуры и в то же время давать людям вытаскивать науку из этого резервуара и снова развивать новые возможности. И очень важная функция искусства состоит в этом. Может быть это глупо, но нам надо поместить Маркса вверх ногами. Не только экономика базис общества, а политика это сверх структура. Нет, культура это база общества. И когда мы говорим о экономике, о политике современной, мы говорим об экономической культуре. У нас есть способы взаимодействия друг с другом. И мы говорим о политической культуре. И культура это основной базис для этого. И последний слайд для меня. Как я соединяю гражданство и для меня это своего рода предложение идея не коммунизма, но коммунизма. Очень важно в Москве не сделать ошибки здесь. Коммунизм для меня это способ реорганизации общества по-новому. Не так, как коммунисты делают это, но не так, как неолибаризм это делают. Для меня что интересно, коммунизм и неолибарализм одно и то же. У них есть общее мнение о положении экономики в обществе, и там, и там экономика считается базисом общества. общества. И я думаю, что это огромная ошибка, самая большая ошибка обеих систем, по крайней мере, в США и Европе и вообще всего марксистского коммунизма. В коммунизме субструктура это культура. это значит, что базис, на котором вы стоите в обществе, всегда создается за счет того, что вы продаете значение себе в обществе снова и снова и снова. Вы продаете значение экономической торговли, и вы продаете значение тому, что такое демократия. И это базис, на котором вы стоите. И для меня главное в коммунизме состоит в том, что культура очень важна в продании значения. Немного больше об этом общем. Общее для меня означает не коммунизм, а общее означает место, где можно драться. Это место, я, может быть, расскажу о том, откуда взялось это слово в 17 веке, общее это было поле, куда все фермеры могли приходить и брать оттуда. Это было бесплатно. Например, для меня такое общее место сейчас это Википедия. Вы можете брать оттуда информацию бесплатно. Это пространство, в которое вы помещаете что-то бесплатное, вы можете брать бесплатно. И вы там можете также свободно драться и спорить. Это для меня. Или нет? Это для меня. И для меня вот это общее очень хорошо характеризует место споров, место битв. вот это общее. Это место, с которого вы начинаете построение гражданского общества. Потому что оно начинается с дискуссий. Это не гражданская война, но это война гражданинов. Это место обсуждения. и это общее определяет динамику культуры, построение систем. И гражданство здесь состоит в том, что вы все время должны становиться, вы все время должны подтверждать свое место, свои права снова, снова и снова. А что искусство здесь делает? Искусство кормит эти поля битвы через процессы субъективизации. То есть художник снова и снова делает предложение. Ага, вы делаете вот это культуре, но я думаю, что должно быть вот так, и это мое предложение. Для меня это принесение снова и снова идей несогласия. Для меня это очень важный момент, когда вы приносите новые идеи, новые символы, новые значения. это поддерживает вот эту культуру обсуждения, борьбы. Для меня важно, что все время идет обсуждение, это искусство или не искусство. Как социальный процесс для гражданина, это такой же процесс, когда что-то новое приходит в культуру, начинается обсуждение. И для меня открытие этого процесса и поддержание его открытым, реструктуризация это самое главное в реструктуризации искусства в современном положении. я думаю, что создание этого общего это создание гражданского пространства снова и снова и снова. Это не создание общего мнения и разделение между всеми, чтобы все верили в одно и то же. Нет, наоборот. Когда приходит новый художник, он все время заново открывает эту дискуссию, приносит новые идеи. И для меня это проживание этого общего. отец. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...